И здравия соратники, и вот сегодня этот переломный момент, а он полагаю наступил именно сегодня, а не еще тогда, когда наши войска отступили от Киева, и не тогда, хотя можно сказать, что и перелом наступил тогда, когда потопили Москва, крейсер Москва. На символьном уровне это произошло, когда потопили Курск, нашу подлодку, флагман Северного флота, начали подходить определенные события, потому что это произошло в том числе на символьном уровне. А теперь потопили надводный корабль, это тоже очень важно и символично. О военной части я поговорю чуть позже, а сейчас я поговорю о символьном уровне. Этот ролик полностью посвящен именно анализу смыслов и еще одной группе, потому что недавно вышел очередной ролик, где на мой взгляд все показано открыто. И именно в роликах, именно в информационном уровне, именно на символьном плане вот это роевое сознание, которое нами рулит, показывает то, что будет происходить. Даже не в каких-то там документах стратегических, мирового там валютного фонда, например, либо Клауса Шваба и так далее. А именно в клипах и фильмах, о чем я неоднократно убеждался и о чем неоднократно говорил. Если что-то показано в клипе, вышло на квантовый уровень информационный, то происхождение этого в реальности, модернизация этого на фейческом уровне – лишний вопрос времени. И поскольку вот вышел интересный клип, его обязательно нужно разобрать, чтобы передумать врага, передумать этот сценарий. И именно вот 6 мая, то есть 6.5, это 11.6, еще раз в 3.00, произошло интересное событие, в частности отступление. И если затоплен крейсером Москва, то на некотором уровне кое-кто, нехороший человек, запараллелил события, то Москва и на физике пойдет вниз. Кто не понимает значение этих событий, ну, сейчас попробую объяснить, насколько все происходящее связано с реальностью. 3.56, 3.11, код. Интересный клип был, вышел. Кто не понимает, это 1.1, то есть 11.18 – это девяточка. Опять же, любимый код, цифровой код, цифровое послание. Смотрим, что происходит. Итак, поехали. Классика. Напомню, это было в 18-м году, то есть 4 года назад, 4 года назад, она призналась, что... Раевой сын, она не призналась, что ее уже нет. Это все печалька. Только недавно вот я увидел этот клип. Ну, что делать? Просмотреть все клипы с 12-го рода просто было нереально. Кстати, Эдшеран присоединился к информационной войне. Посмотрим, как. Интересно. Тут параллель. Танцует якобы мальчик. В разрушенном здании. Ну, понятно, здание допотопное, здание интересное. Но получается так, тут связь такая, что пытаются разрушение допотопных зданий поставить в вину российской армии. Якобы это театр в Мариуполе, но это не театр в Мариуполе. Он танцует где-то на фоне разрушенного, опять же, допотопного театра, который сделали потом творцом быта, скажем так, в советское время, где-то, опять же, в советской территории. Но все показано так, что виноваты во всем этом как будто бы российские войска. Очень интересный клип. Рочарам представился к информационной войне, естественно, не на стороне России. Удивительно, да? И группа антитела, естественно, кахлянская группа антитела, которая во всем обвиняет... Медик, вот, блин. Россиян. Прямо ничего не показано, естественно, классика жанра. Случайности тоже не бывает. Но вот так вот запараллелено. А потом они, естественно, будут танцевать вместе, как бы. Украинская девушка и такого же рыжего, несмотря на всю тягу к толерасти, выбрали двух похожих белых персонажей. Тоже символичный. Много чего интересного. Ну, в общем, информационную войну мы пока... Ну, скажем так, мы, россиянская власть, проигрываем. Но дело даже не в том, что это... Идет информационная война, и ее проигрывают. Дело в том, что многое идет по плану. Почему все идет по плану, я расскажу, разбирая вот этот вот третий по счету ролик одной и той же группе. Ласкала ли ласкала? Кого она ласкала? Не знаю. Либо это... Йоперный театр в Италии ласкала. Понятия не имею. Это сейчас не важно абсолютно. Смотрим. Клип, говорящий, как всегда, классика жанра. Очень все отлично на символьном уровне показано. В частности, вот сгоревшая бумага. Ну, бумага это то, что... Это память, это информация. Информация о прошлом, то, что записано, то, что было в прошлом. То есть, прошлое сгорело. Информация о прошлом сгорела. На символьном уровне все просто отлично. Акцент на глазике, как всегда. Опять на 11, на 6, на 11. Главные ключевые на цифровых кодах, цифровых посланиях, на тайм-кодах у них. Образы и образы отличные. Вот тут хорошо по-доброму. Все показано просто открыто. Открытие некуда, просто умею видеть. Макияж тоже замечательный. Замечательный. Смотрим руну на руне просто. Опять же, на 15, на 6, да. Будет снег, накроют белым полотном. Ну, это миссия. В общем, она призналась в том, что ее нет. Умерла панночка. На ключевых моментах тут интересные вещи, как всегда показываются. Школа. Какая школа ей звонит? И как это с удачей связано? Там тоже все, по-моему, очевидно. 2,7 и 2,9. Один и тот же символ. Они показаны на один глазик, но он уже закрыт. На 33 близкий человек того послал ее нахрен. Человек исчезнет. Исчезнет друг. Да ни хрена, он не вдруг исчез. Сама. Да выеживалась, скажем так, и нахер его послала. Остается только вспоминать прошлое. Одно окно в другом тоже символ. И все. Свет уже не горит искусственно. Все. Погас. Панночка того. Все очевидно. Просто нужно уметь видеть. Напомню, клип 18-го года. 1,1,8,1. То есть 9. Год 9,11. Любимых. Все. Прошлое того. Руна. Руна, руна. Глазики закрыты. Видения нет. Они открыто это все показали. Воспоминания стираются. Горечь. Слезы. Классика. Все. Коробка уходит. Со своими шмотками, вещами. И она сжигается. Эта коробка. То есть прошлого нет. Прошлое сгорает. И они это открыто показали. Еще в 18-м году. Почему я делаю на этом акцент? Ну, во-первых, получается тут все клипы. Это как некое жизнеописание. Это почти как Милен Фармир. Почти как Леди Гага. Только... Все как в лучших домах Лондона и Парижа. Только... Дома понижая, свадь пожиже. Вот тоже некое жизнеописание в каждом клипе. В каждом клипе. И... История интересная. И, естественно, показанная образно. Образно на определенных... С акцентом на определенных местах, датах. Таймкодах. Классика. Да, перенос вины, как всегда. 9-1-1. Уже не она. Источник. Света. Свет естественный и закат. Классика. Классик. Да куда ж без него-то? Ну, никуда без него. На троечке он, по-моему, появляется. И руны запихивает. Руны на макияже, на черном фоне. Надо же. Удивительный совпадение. Да, корабли на разные причалы. Глазит тут. О! Только что глазик. В общем, увидели глазик. Акцент на этом. Куда же без него. И пошла она в путь. Типа развелась. И вот у нее путешествие. Так, держите, интересно. Как это? Со шмотками. Классика. Классика. Проем. Некое пространство. С которого идет свет между двумя столбами. И ее образ. То есть, вот такие образы, они везде. Ванна, опять же. Но об этом что-то покажу. Ты начнешь сначала, а она наоборот. Она с конца начнет. Потому что у нее все наоборот. Как она работает со временем. Смотрим наши смолные сеансы. Классика. Ну и в путь. Куда же она в путь-то ломанулась? Да, но раны вангую не затянутся. Да, вот сейчас, после четырех лет, я точно знаю, что раны не затянулись. Да, удача ничего не значит. Случайно тут 3Т и 3Д. Это вот что за руна? Тупик обозначающая. Это и руна, и знак. Случайное совпадение. Абсолютно. Абсолютно случайное совпадение. Ну, в общем, таких совпадений весь клип. Абсолютно весь клип. Все у нее замерло. Все плохо. Глазик закрытый один. Случайное совпадение. Да. Собрать нужно части старого по-новому. Пыталось, но не получилось. Уже просто из опыта. В 2018 году они послание послали, что вот панночка померла, но попробуем по-новой. Да ни хрена. Не получилось. Глазик опять был закрыт. Вытаскиваю, чтобы писать новый скрипт, новый сценарий. Книжечку вытаскивала. Опять же, волосы. Другого цвета, как у многих других исполнительниц. Совпадение? Ну-ну. Глупо проиграла даже не свою войну. И тут руны Z акцент. Каков конец того, что руна Z и V, вот эта вот V, случайно в клипе поместилась в упоминании войны какой-то. Естественно, я это понимаю как другая война, более глобальная. И она признается, а не терревое сознание. Лица иллюминатов, которые рулят у нас всем нынче. Практически всем, кроме сознания людей, которые нужно освобождать, чтобы люди сами понимали. Да, 2,6. То есть 9,11 наоборот, код. Ну, каков шанс вот таких вот совпадений? Ну, я-то говорю о другой глобальной войне. Она сюда впала в ловушку. И померла здесь. Все по плану. Теперь к плану. Он мудрый и долгий. Очень долгий. Но проработанный. Вот что она вспоминает или пишет новое. Как какие мысли. На пригорочке сидит. Вот образ. Я не говорю о исполнительнице этой девушки, которая и сидит. Я говорю о том образе, который она транслирует в этом клипе. 2,2,2. На шестерочке. Вот что она пишет. Будущее или прошлое? Да, и надо было раньше думать о реваншах. Но кто же знал-то? Хотя она думала, что она все знала. Да. Чье сознание транслирует с помощью, как правило, одного глазика. Символьно показывает один глазик. Все, реванша не будет просто-напросто. Хотя так и называется реванш. Не будет реванша. Этим клипом они декларировали свое намерение. Это не столько прогнозное программирование, сколько декларация своих намерений. Клипами и фильмами показывают ситуацию сейчас. И планы показывают на будущее. То, что не все поняли, это типа их проблемы. Прямо если люди не поняли, значит люди тупые. Мы типа отчитались, мы чисты перед селены. Ни хрена подобного. Ни хрена нужно доносить на языке, понятном оппоненту. Если ты с ним говоришь, значит ты можешь говорить на его языке, либо обязан говорить на его языке. Ситуация изменилась уже. Уже все не так. На самом деле. Это раньше что-то прокатывало. Раньше можно было создавать новые пространства с помощью ЦЕРНа, например. И там какие-то свои правила диктовать. Сейчас это не работает. Сейчас изменились правила даже на уровне физики, квантовой физики. А это, по сути, единственный и основной уровень физики. Там, где материя, там, где все в цифровом виде, там, где все и работает. Собственно, для меня это более материальный уровень и для них, и для этого сознания, для любого более развитого сознания, это мир магии, который иногда магия допрыгивает. Это мир принятия решений и мир действий. Сначала все происходит на неком нематериальном уровне, а затем все проявляется на том уровне, который мы знаем физически, в реальности, скажем так. Поэтому сейчас все изменилось. И сейчас уже невозможно быть двум коном, двум богам, либо двум версиям реальности. Сейчас уже не работают по этой же причине симуляции. По этой же причине не работают квантовые компьютеры, потому что они могли работать, когда есть возможность другой реальности некой. То есть, они берут оттуда некое событие и переносят в наше, либо уже готовый ответ и так далее. Сейчас уже не работают. Сейчас все связано со всем. Сейчас одна реальность. И церны всякие, и дубные, и прочие коллайдеры, и реакторы. Они-то лишь усиливают то положение, что есть сейчас. И обойти, обмануть кого-то уже не выйдет. Потому что обмануть можно было... Их сила, скажем так, не только в символизме, но и в обходе неких правил. А если они обходят правила, то сейчас это правило распространяется на всех. То есть, они создали правило, что другие могут обходить правила. Но создав такое правило, теперь они... Попробуй пофилософствовать. Эти правила распространяются на всех. То есть, теперь правил нет. Теперь как можно выпить море или реку? Никак. То есть, невозможно обходить правила, если правил нет. Их сила была в том, что все играли по правилам, кроме них. А теперь все играют не по правилам. Соответственно, невозможен вампиризм. В принципе. Можно об этом подумать. Это сейчас глубоко философское утверждение, которое, мягко говоря, не все поймут. Но теперь вампиризм невозможен именно в силу того, что теперь правило единое для всех. Если ты вампиришь, то и вампиришь тебя. Невозможно насытиться вампиру, потому что невозможно опустошить донора, скажем так, жертву. Вселенная всегда помогает теперь донору, а вампир никогда не может насытиться. Теперь все иначе. Кстати, говоря о прогнозном программировании. Замечательный фильм. Ампир. В. В. Ампир. Вампир. Это еще круче должен был быть фильм и, соответственно, книга, чем поколение Пи. Он почему-то не вышел. Хотя я очень хотел бы его увидеть. Вот разбор по нему, это истинное удовольствие. Еще круче, чем разбор поколения Пи. Но вот по каким-то причинам этот фильм не вышел. Есть о чем подумать. Потому что это очередная документалка о нашем мире. Это было бы слишком явно и слишком очевидно. Если бы этот фильм вышел. Ну а теперь можно еще раз подумать, почему теперь другие правила. Правила едины для всех. Поэтому не работает обман, не работает вампиризм. Невозможно задекларировать свою точку зрения, свой план. Сейчас молчание не есть знак согласия. Теперь знак согласия является однозначно информированное согласие. А во всех последствиях подпись под давлением, либо по незнанию. Не избавляет от ответственности. То, что люди написали писульки, якобы они участвуют в эксперименте сами. Не избавляет от ответственности за результаты эксперимента, за смерть людей. То, что они знают, что с ними что-то делают, ну, знаю, что это значит, что можно всех расстреливать. Ну, нет. То, что люди знают, что если вы стоите с пистолета, их убьет. Ну, да. Но это не значит, что убийца освобождена от ответственности. Нет. Те, кто затеяет этот эксперимент, будут нести ответственность. Эксперимент, в кавычках, на самом деле массовый геноцид с уколами. Те, кто теперь свои послания запихивают символьно в клипе, должны убедиться, что они правильно поняты. Иначе все это не сработает. И я лишь помогаю Вселенной реализовать эти законы новые, объясняя смысл посланий в клипах всего лишь. Ни больше, ни меньше. Я ни с кем не воюю. Нак-нибудь. Максимум, я стою на пути. Они пришли не за мной, они пришли за людьми. Я лишь стою у них на пути. Поэтому меня пытаются... Ну, об этом чуть позже. В следующих разборах я расскажу, кто и что со мной пытался сделать, наверное. Ну, кое-что мне как минимум расскажу. А пока смотрим клипом. Я отвлекся. Да, раньше надо было думать о реванши. А сейчас, когда уже глазик закрытый и книжка закрыта, никакие планы не получается реализовать. Уже поздновато. Ну, вот случайно. Вот этот вот кадр. Все, что и остается, есть грибать, черные камушки, агарки, угольки, прочь, и никакого будущего, никакого горизонта. Несмотря вот на всю магию. Глазик всегда закрыт, как ни странно. Очень много интересных тут смысловых кадров. Можно, как всегда, покадрово разбирать. Как бы она ни пыталась. В общем, глазик тут во всех формах и позах. И почему-то всегда закрыт. Разворачивается и идет обратно. И вот тоже интересный кадр. Один глазик, но свет уже естественный и как бы утекает между пальцев. Совпадение. На 3.27 он был. Начался. Не думаю. И тут еще есть много интересных кадров. Много где, много интересных очень. В общем, это целая история. О путешествии. Якобы померший. Тут есть момент, где тень падает на закрытый глаз. Где-то здесь есть тень. Тень от ее же шарпа, скажем так. Полоса. Вот уже не помню, где на каком моменте. Ну, в общем, покадрово можно разбирать все. Очень символично. Просто символично некуда. И, собственно, тут закат. Посеточное зрение. Пустое все. Чистое листы. Все. Блуждала, блуждала, путешествовала. Ты начнешь сначала, я наоборот, естественно. То, что у нее все наоборот. Она с конца начинает. У нее конец сливается сначала. Как она работает со временем. Смотрим наши сеансы. Тянется кверх. Света нет. Ну, вот интересно. Вот я вот тут увидел. Это из рубрики «Доктор, откуда у вас такие картинки». Я даже тут увидел некий глазик. Она к нему тянется, а глазик-то уже нет. И везде, и везде этот глазик и закрытый. Очень интересный клип. Увидел я его недавно. Вот она уходит. Стоит на пятне света. Она уходит. О, вот. Три, нитри, шестерочка. Интересный клип. Кадр сейчас будет. Совпадение. Как говорит Киселек, не думаю. Кстати, вопросы Киселева звучат чуть-чуть позже. Да, затем вышел еще более интересный клип. Манеж. Как она на манеже показана. Еще раз подтвердили через два года, что померла паночка. Как я это вижу, это всего лишь мое видение. Видеоряд интересненький в кавычках. И слова интересные. И очень часто наложение идет. Если покадрово разбирать вот это вот. Ее видение мира. Где все сходится. Противоположности. Как она уходит. Кстати, с этого начинают. Что она ушла. А дальше идет. Интересные кадры. Где почему-то череп наложен на ее лицо. Ну, это ладно. Это промежуточный был вариант. А вот тут. Собственно, то, о чем я и хочу разобрать. И рассказать. Вот совсем недавно вышло. Что у нас тут. 28. Это 1. 4. То есть пятерочка. И 6. 5 и 6. 11. На 11 идет. Интересненько. Замечательный клип. Тоже символичный. Тоже все. Показано открыто. Лишь нужно уметь увидеть. Смотрим. Надо же. На шестерочке свет появляется. Удивительные совпадения. Кто-то в них верит. И что? Искусственный свет снова зажился. То она вроде бы померла. Паночка. Да? Нету ее. Манеж 3.18. Глазик закрытый. Вот буквально 2 года назад глазик еще был закрытый. А тут. Просто заинтриговали. С самого начала прям заинтриговали. Но я как всегда о своем. Головная боль. Это значит, что сознание. Вот это вот роевое. Оно скукуживается. Если раньше не просто сказать, где сума. То сейчас носители этого сознания все меньше и меньше. И само сознание уменьшается и уменьшается. Тупеют они. Тупеют. Роевого-то собственно и нет. У человеческого больше остается. Но человеческое не всегда работает без роевого. Поэтому массово-массово самоубийство высших масонов. Массово смерти и так далее. Листопад. Листопад. Он не только у кого-то касается. Но и ее. Я опять клянусь, что не буду пить. Да уж. Можно экстраполировать, естественно, на нашу ситуацию. Естественно, дело не об алкоголе. Речь не об алкоголе идет. И дело не в нем. Когда сутки не письма. Как всегда, акцентик на одном глазе. Не письма, не звонка. Да. Потому что на квантовом уровне она отсечена от взаимодействия со вселенной. Никакого взаимодействия нет. Не разберет вангую. Не разберется. Как бы не закрывалось. Интересная, кстати, мудра. Привязанная к рунь я как-нибудь потом разберу. Защищается. Или совпадение. У меня же паранойя. Хотя, эта паранойя имеет образовательный, яркий образовательный наклон. И вообще, как весь мой канал и все мои клипы, это всего лишь образовательная деятельность. Я всего лишь рассказываю и учу людей. Не более того. У меня нет цели оскорбить кого-то, наоборот. Превознести, похвалить. Я всего лишь обучаю людей включать мозг, видеть символы, знаки, послания. И сопоставлять события, складывать пазл, видеть причинно-следственные связи. Не больше, не меньше. Да, должно случиться быстро. И я об этом тоже сделаю скоро. Ролик по ее плану. Но наша задача этот план сорвать. Я не буду пессимистом, у меня готов коварный план. Да, уж план готов. Сжечь домик. И прям открыто будет говорить. В тексте песни. Просто все открыто русским по белому поет. Что-то сомневаюсь, что эта любовь плачет. Любовь ее рыбет просто. Над происходящим. Потому что без юмора к этому всем кагонии и дерганям, конвульсиям, мурашекам относиться сложно. Перчики замечательные. И лихитин. Кто как думает, что это такое? Случайно ли этот образ вот с такими вот обломанными рожками? Или у меня все-таки паранойя? Как всегда искусственный свет. То какое-то, блин, у них второе дыхание, что ли? Они что-то подумали, что они восстановились или что? Вот откуда у них такой оптимизм, да? Если уйдешь, мне будет нелом. Да не уйдет никто. Классика, классика. Ванна. Правда, пустая ванна. И черная. Все. Ванна пустая, но символизм зашкаливает. Красно-черные тона. Это классика. Правда, не знаю, откуда такой оптимизм, что хитрый план сработает. Сколько их уже не сработало? Сколько сотен хитрых планов в жопе оказалось. Классика. Правда, глазик что-то закрытый. А вот это классика. Сожгу твой дом. Да не выживет никак, но дело не в этом. Дело в том, что попытка сжечь дом реально имеет место быть сейчас. И с событиями в Украине. И попытки сжечь весь мир ядерным ударом. Это реальная попытка. Это реальная опасность. И с этим надо работать. Первый вариант провокации уже был и был давно. Схематакой тоже не сработала. С накачкой событий в Приднестровье тоже не сработало. Там интересный объект военный, еще советский. Подземный глубоко. То есть то, что Азовсталь, там пять этажей, шесть на самом деле. Это мелочь по сравнению с сотнями и десятками метров объекта в Приднестровье. Там не только склады, там еще интересное оборудование стоит. Это все лишь мое субъективное видение. Еще советское оборудование, которое если активирует, то пол евро просто снесет разными климатическими вещами. И не только. Как минимум с ума сойдут многие люди и так далее. То есть там еще вышки определенные были. Антенки мегаваттные. Якобы радио транслировали. Ну да. Только официально это мегаваттные. На самом деле сколько мегаваттные хрена узнают. Но не для радио. Там стояли эти две малышки, которые собственно и уничтожили якобы террористы. Ну да, ну да. Какой смысл террористам просто радио мачту убирать? Да никакого. Это были не радио. Не для радио. Скажем так, радио по ним транслировали, но это не для радио объект советский. Подземные. Да, очень хорошо сделали наши вояки, что усилили этот контингент. Прислали туда спецназ, десантуру. Которые там закопались и выкурить их оттуда будет, мягко говоря, очень сложно. Поняв это, провокации в Приднестровье немножко поутихли. Ну потому что, ну толку. Ну толку. Именно не захватят то, что там под землей. Ну ладно, я уже опять на другой уровень перехожу. Так вот, в Мариуполе провокации не удалось. Приднестровье не удалось. Но они будут еще пытаться. Пытаться и в тупенье, что так называемые наши россиянские власти им хорошо подыгрывают. Но анализ ситуации на Украине будет мной сделан попозже. Сейчас пока не до того. Я сейчас хочу, чтобы на символенном уровне вы мне помогли, переиграв, передумав врага. Вот этот клип. Смотрим покадрово, разбираем. Главный смысл. Сожгет дом и как-нибудь выживет. Ну, как-нибудь не выживет, потому что сжечься дом бесполезно. Планировался ядерный удар по России некими силами. Решение это уже принято давно. А вот когда они пытаются подгадать? 23 апреля. В том числе без ложной скромности. Это было сделано до того, чтобы нейтрализовать и парализовать мою деятельность, меня. Но я, зная это, сделаю этот удар бессмысленным. Потому что я просто тупо покинул Россию. Теперь я не в России. И теперь эта спецоперация это просто борьба двух райов. Ну, смысл. Да, это две самые неуколотые страны. И поэтому и население оккупируется. Да, много целей достигается. Глобальных. Но самого главного сжечь дом уже, ну, нет смысла. Потому что потом не выживет. Теперь уже очень многое изменилось на очень многих уровнях. И самое главное, что я в недосягаемости вот этого для нее, для этого сжигания. А напрямую она нарушить законы не может. Поскольку меня там нет уже, и об этом я расскажу чуть позже, где и что им. Смысла в ядерном ударе таком быстром нет. И все еще остается шанс ядреного удара. Я вижу семь столбов. Это Питер. Ну, взрыв. Да, Россия тоже ударит в ответ. Там будет или 18, или 20 ударов. Но по России семь почему-то основных ударов. Питер, Москва, Казань, Нижний. Почему-то по европейской части только. Ростов, точно это 5. Ростов и Краснодар. Это точно, потому что вот эти вот, по их планам, это, ну, те русскоязычные города, которые экспансию не очень русскоязычного населения смогут сдержать. Смогли бы сдержать в дальнейшем. А им нужно оторвать вот именно этнически все заселить немножко другими людьми. И поэтому зачищается. В том числе, поэтому зачищается. Вот именно таким образом все происходит в Ана-Украине. Зеленский тоже, мягко говоря, не то, что из него рисуют, молюют западные так называемые партнеры. Но об этом тоже позже. А пока на символьном уровне передумываем врага. Смотрим этот клип. Выживу. О, и села в ванну. Думаю, что у нас наполнится. Не наполнится. Да, правда, у нее и так, собственно, и не было. Уже никаких. И уже попалось. Но оптимизмом создатели этого клипа, которые символьно пытаются забомбить рунами. Зашкаливает. Да бесполезно. Набирать все номера. Блокировано это сознание. Нет. Не прописано в книге жизни в этой вселенной роевой сознании на уровне людей. Нету. Все. Ты либо муравей, либо человек. Иного не дано. Поэтому любая инициация в любые иллюминаты. Теперь просто какая-то клоуната. Ничего на уровне энергетики, именно квантовом уровне цифровом не происходит. И те, кому надо, это знать. Угу. Да, тишина, ответа нет. Ну, что делать? Стоп игра. Нет, никакой стоп игры и как бы ты мудрыми рунами не бомбил. Бесполезно. Цвета нет. Эти столбы, между которыми она всегда стоит, тоже. Йок. Пусточки. Как бы один глазик с рунами не бомбил. Не выйдет. Передумываем врага. Присоединяемся. Не-не-не, оптимист тут просто бесполезен. Как бы не бомбированными, заварированными. Да. Она. То есть это тарьевое сознание, стулом войска пытается дергаться. Не, либо по правилам, либо того. Ирдык. Да-да, счастливая, такая вонись. Кто не спрятался, всем пока. Да, она не спряталась, ей пока. В первую очередь на 1-1-9. Удивительное совпадение. Послание прямо русским по белому, четко. Да-да-да, всех расстрелял. Ага. Какая крутая. Надо же. Ну, пытается, пытается. Не урожая по всему миру. В Индии. В Австралии закрываются и взрываются. И падают самолеты на производство. На фермы и производство продуктов питания. На всякие фабрики. Удивительное совпадение. Фермерам платят, чтобы они не производили продукцию. Чуть ли не больше, чем они могут получить от продажи продовольствия. Это происходит в Ирландии. Это происходит в Австралии. Это происходит в США, Европе. Везде. Кроме России, тут другой способ фермеров заткнуть. У нас тут. Ну, расскажу вам попозже. Другая ситуация. И вот сейчас Апупея Папиоза пытается начать ядреную войну. Причем в Америке это маховик раскручивается страшной силой. Он сверхполномочил президенту. Тут Джонсон говорит, что он начнет пулять ракетами. Коих до хрена у НАТО отвечает о России. При любом поводе он начнет это делать и так далее. Все серьезно, но до того, как на физике произойдет, должно произведение на квантовом уровне. Максимум людей должны дать добро вот этому клипу. Ах, она всех расстреляет. Не, не даю добро. Наоборот, переделываю. Обломайся. Я говорю мне этой... Исполнительность, я говорю, тому посланию, которое через нее, на мой взгляд, транслируют. Облом. Не будет ядреной войны. Хотя вероятность ядерного удара в августе... Все еще... Все еще очень реально. Если ты уйдешь, не будет не твой дом... Не уйду. Я тута. Это моя земля и моя вселенная. Бросит тебе смайл от беженый. Я сожгу твой дом... Не сожгешь ты мой дом. Ты уж сожгла уже один раз, хватит. Больше не дам. Никак не выживешь. Просто посмотри, в будущее делишься. Там на тебя смотрю я. Тот, кто смотрит навсюду. Тот, кто прибывает везде, в кризисах и дырах. Глазик. Йок. Да, ванна пустая. Киртык. И один глазик на красно-черном фоне, как ни кричи, безболезно. Заметьте. Не я это сказал. О! Типа, чуть-чуть свет касается у глазика. Типа, есть шансы выжить. Да, да, да. Ну и дальше все в такой же теме в той же паре. Ну, как ты считаешь, Ванна? Выживет ли она, если сожгет дом? Я полагаю, нет. И я знаю, почему. Как полагаешь ты, Ваня? Пиши в комментарии. Добро.